добрый вечер дорогие друзья я рада вас приветствовать на наших традиционных встречах по средам сегодня 15 июля 2015 года вот такая вот красивая дата середина лета и сегодня мы с вами собрались для того чтобы обсудить тему как же можно заработать в компании ламбре самые первые деньги сделать это достаточно быстро я думаю что эта тема актуальна для новых партнеров для тех кто только начинает бизнес для того чтобы поддержать себя в тот момент пока мы с вами строим бизнес потому что все прекрасно понимаем что создание группы создание структуры это долгосрочный проект это проект ни одного дня ни одного месяца даже и возможно даже если уделяется этому не очень много времени ежедневно то и ни одного года поэтому для того чтобы первое время каким-то образом продержаться скажем так на плаву для того чтобы иметь доходы необходимо иметь инструмент который позволит нам сделать сделать так чтобы у нас были первые деньги вот и быстрые деньги это очень важно и поэтому мы сегодня будем говорить на эту тему кроме этого здесь очень много других выгод поэтому сегодня мы будем рассматривать этот вопрос и рассмотрим так мне кажется очень хороший вариант для решения этого вопроса но поскольку сегодня я вижу что среди слушатели нашего вебинара все достаточно знакомые фамилии и являются партнерами поэтому они будут задавать традиционный вопрос кто впервые а кто нет вижу что все уже завсегда таян наших вебинаров и поэтому сразу перейду к к теме не только к теме нашей встречи поскольку он сегодня июле и мы подводим итоги прошедшего месяца июня поэтому я хотела бы подвести итоги июня месяца итак в июне месяце в нашей команде появилось 84 новых партнера и на доске почета вы видите тех партнеров которые подключили в свой бизнес максимальное количество новых партнеров и в июне месяце рекордсменом по подключение новых партнеров стала анжела тураева с чем я ее поздравляю думаю что присоединитесь к поздравлениям и анжела в свою свой бизнес подключила 8 новых партнеров это максимальное достижение за июнь месяц это лучший показатель и следом идет ваша покорная слуга с подключенными новыми семью партнерами в своем бизнесе дальше у нас идут три партнерок отключили которые подключили свой бизнес по три новых партнера это галина букина елена курепанова и земфира к гарманова вот эти партнеры активно занимались в июне месяце расширением своей первой линии и получили вот такие вот результаты ваши аплодисменты более чем заслужены и дальше мы переходим к истории с вип-клиентами в июне месяце в нашей команде появилось 101 новых вип-клиентов и рекордсменом по подключению новых и клиентов в июне месяц стал эльмира кельчинбаева с чем я тоже поздравляю и восхищаюсь ее результатом чуть-чуть отстала по результатам от эльмира и земфира кагарманова с 13 новыми вип-клиентами и наталья малявина которая подключила в июне месяце 6 новых и клиентов подключила в свой бизнес тоже аплодирую и поздравляю с тем что эти партнеры расширяют свой бизнес укрепляют свой бизнес усиливают свой бизнес и соответственно не за горами то время когда они эти партнеры будут пожинать плоды своих трудов и я имею ввиду осенний сезон зимний сезон когда все труды которые мы с вами совершаем летом они будут давать плоды даже если они сейчас не дают я имею ввиду конечно же эти плоды уже сейчас дают результаты а соответственно уже осенью зимой и соответственно мы можем рассчитывать на более такой обильный урожай максимальный личный оборот за июнь месяц показал у нас в этом июне юля шпаковича которая уже неоднократно была у нас на доске почетой и вот в июне месяце юля снова повернулась на доску почета с результатом 157 тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля личным оборотом как вы видите у нас на этой доске почета наши лучшие продавцы это те кто умеют хорошо работать с продукцией и соответственно продвигать продукт нашей компании на втором мельс месте гульсара талипова с оборотом сто три тысячи рублей и на третьем месте майя ким с оборотом 70 почти в семьдесят пять тысяч рублей вот такие вот у нас есть продавцы вот такие у нас есть консультанты которые обожают нашу продукцию и делятся соответственно своей любовью со всеми остальными людьми и конечно же на доске почета наши новые ранги июне месяца в июне месяца у нас новых 6 новых партнеров с уровнем 11 процентов это лилия аймаева мубарах салиева вера обухова маргарита диагина тамара героева олеся хромина и 24 партнера впервые закрыли уровень и самый первый уровень нашей компании 7 процентов на самом деле вот подведение итогов июня месяца наверно в какое-то время будет ну скажем так последним потому что с июля месяца вы прекрасно знаете у нас действует новый маркетинг план новые ранги и вот каким образом определять которые из этих рангов новые которые нет пока проблематично поэтому вот как мы будем подводить итоги за июль месяц для меня пока большой вопрос поэтому пока аплодируем новым рангом июня месяца и желаемым также активно продвигаться по карьерной рейс лестнице растить свой бизнес и зарабатывать все больше и больше денег вот это доска почета за июнь месяц это наши лучшие партнеры те кто продолжают активно действовать несмотря на летний сезон несмотря на какие-то внешние обстоятельства это те кто имеют внутренний стержень и идут к своей цели сейчас мы как раз с вами приступаем к обсуждению нашего вопроса касательно как же заработать в компании ламбре первые деньги и быстро вот теперь хочу задать вопрос вам скажите пожалуйста кто был на вебинарах которые мы проводили относительно новый маркетинг план поставьте пожалуйста плюсики в чат или может кто-то послушает посмотрел в записи эти вебинары касающийся нового маркетинг плана кто был и кто посмотрел запись вижу значит у нас раз два три четыре плюсика вижу а есть еще плюсики хорошо тем кто не смотрел а настоятельно рекомендую посмотреть эти вебинары для того чтобы разобраться в новом маркетинг плане и для того чтобы знать как выстраивать свой бизнес почему я задала этот вопрос потому что когда мы с вами разбирали маркетинг план я вам показывала стратегию развития бизнеса и говорила что хорошо поставить себе задачу самую первую задачу в бизнесе это сделать личный оборот 100 баллов и научить 5 партнеров своих партнеров делать то же самое тем самым выйти на первый уровень но он не первый уровень в маркетинг плане но вот можно для себя поставить такую планку первую на уровень 22 процента с групповым оборотом 600 баллов соответственно если вот научиться это делать научиться делать личный оборот 100 баллов и научить 5 своих партнеров делать то же самое то вы можете выйти на доход в 13 половиной тысяч рублей вот такая вот самая первая задача которую можно себе поставить бизнесе и конечно же я думаю что у вас возникнет вопрос а как же мне делать эти 100 баллов то есть самая главная задача самая первая задача это самому научиться делать 100 баллов и и этот вопрос очень закономерен и мы сегодня с вами как раз на эту тему будем говорить как же научиться делать личные 100 баллов соответственно тогда мы сможем уже своих партнеров научить делать то же самое и если мы говорим про 100 баллов личного оборота из чего он складывается личный оборот будет складываться из личного потребления естественно да то есть два-три новых продукта в месяц плюс те продукты которые вы уже которыми вы традиционно пользуетесь это вам может дать в месяц 20-25 баллов вот и для чего нужно личное потребление я думаю что мы уже вы уже все прекрасно знаете мы уже много об этом говорили личное потребление во первых нужно для того чтобы быть самому уверенным в продукте для того чтобы можно было рекомендовать дальше для того чтобы знать свойства этого продукта для того чтобы ну во первых есть элементарные потребности допустим у меня как у женщины мне все равно нужно средства для очищения кожи средства по уходу за кожей декоративная косметика неужели я пойду покупать все это в другом магазине поддерживать другой магазин когда у меня есть свой собственный магазин в котором я могу приобрести продукцию высочайшего качества за совершенно недорогие деньги быть уверены в качестве этого продукта и это с одной стороны а с другой стороны у меня есть личный опыт использования этого продукта с точки зрения бизнеса да я могу о каждом продукте рассказывать и давать какие-то рекомендации я хорошо знаю продукт и когда ко мне обращаются новые партнеры кандидаты когда у нас встает вопрос о том что нам подобрать в стартовый пакет то в этом случае я всегда могу порекомендовать я всегда могу дать рекомендации по поводу продукта могу дать советы по поводу того какой продукт лучше подойдет в том или ином случае вот для этого нужно личное потребление то есть во первых если мы с вами говорим о бизнесе то нужно перед собой поставить задачу попробовать все продукты которые есть в нашей линейке продуктовой линейки для того чтобы иметь свой личный опыт и для того чтобы знать о свойствах этого продукта не по наслышке а по наличным опыте естественно конечно речь идет о тех продуктах которые вы можете использовать например продукту касающаяся мужской линейки лично я конечно не использую я ее применяю на своих близких скажем так и имею опыт использования именно с точки зрения применения их на своих близких вот дальше соответственно оставшиеся 70 50 75 80 баллов баллов мы с вами получаем с нашей клиентской базы и когда мы с вами говорили о ключевых качествах партнера компании ламбре мы говорили о том что партнер компании ламбре ежемесячно заводит себе 4 5 клиентов в месяц и вот те самые 4 5 клиентов в месяц которые являются достаточно активными потребителями продукции они собственно говоря и будут давать эти 75 80 баллов то есть таких хороших клиентов которые действительно покупают продукцию и вот собственно говоря из из личного потребления и из клиентской базы и складывается личный оборот 100 баллов и если мы с вами будем говорить о нашем бизнесе дальше то из этого следует что тут как бы немножко повторения прошлого материала скажем так что поскольку ключевым показателем нашего бизнеса является наш финансовый результат вы прекрасно понимаете что тот финансовый результат которым мы с вами стремимся он зависит от созданного нами с вами товарооборота и соответственно для увеличения товарооборота если мы хотим увеличить свой финансовый результат нам соответственно нужно увеличить свой товарооборот а увеличение товарооборота требует увеличения рынка сбыта а для того чтобы увеличить свой рынок сбыта нам нужно проводить достаточное количество встреч из этого достаточного количества встреч будет вытекать достаточное количество партнеров и будет вытекать достаточное количество клиентов. Клиенты будут получаться как такой побочный продукт наших встреч. И как мы можем увеличить количество этих встреч? Мы можем назначать встречи по списку контактов. Я думаю, что большинство, кто действительно серьезно занимается этим бизнесом, имеет список контактов. Вот давайте сейчас мы это проверим. Напишите, пожалуйста, какое количество контактов у вас на сегодняшний день в вашем списке контактов. Можете написать примерно, не обязательно прямо там точно до последнего контакта. Какое количество контактов у вас на сегодняшний день в вашем списке контактов? Если вы, конечно, этот список ведете. Если вы этот список не ведете, то, скорее всего, это говорит о том, что вы не ведете свой бизнес. Бизнес у вас строится хаотично, бизнес у вас строится по, скажем так, плывет по течению, что называется. И наличие списка контактов и понимание того, какое количество у меня в этом списке, говорит о том, что вы каким-то образом пытаетесь управлять своим бизнесом. Это первый показатель. Я вижу цифру Наталья написала, 250 партнеров. Отлично, спасибо, Наталья, хороший список. Я пока других цифр не вижу, это говорит о том, что, скорее всего, либо у вас нет этого списка контактов, либо вы с ним просто не работаете. Поэтому самая первейшая рекомендация – начать работать со списком контактов. Ага, вот появилась цифра около 180. Хорошо, тоже хороший список. Дальше мы увеличиваем количество встреч, естественно, через расширение списка контактов, через то, что мы с вами берем рекомендации, и мы воспитываем довольных клиентов. Вот Светлана пишет, исправлюсь. Значит, смотрите, тем, у кого нет списка контактов, все срочно отправляются на наш ресурс бизнес-академии и проходят 10 шагов. Прямо начинайте с самого начала, прямо по шагам. Если у вас нет списка, это говорит о том, что вы бизнесом еще и не начинали заниматься. Поэтому всем срочно в 10 шагов и начинайте работать прямо по этому списку. Вот, еще появилась цифра 150. Отлично. Это список, с которого можно начать и который нужно очень активно расширять. Итак, чем больше встреч мы с вами проводим, тем более профессиональными мы становимся. То есть, наш профессионализм, наше мастерство приходит с проведением достаточно большого количества встреч. И поэтому увеличение количества встреч нам дает и качественный результат, как повышение нашего профессионализма, и количественный результат. Соответственно, это наши товарообороты, наши доходы, наши продажи, личные обороты и так далее. И вот сегодня мы с вами поговорим об инструменте, который позволяет из 10 контактов сделать 100. Из 10 контактов сделать 100. И эту задачу нам помогает, поможет решить такой инструмент, как тестовый набор. В декабре месяце прошлого года я проводила самый первый вебинар, когда рассказала технологию работы с тестовым набором. И напишите, пожалуйста, сейчас в чате плюсы, кто начал работать с этим инструментом. Кто его использует для того, чтобы расширять свой бизнес. Кто работает с тестовым набором. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если вы начали работать с этим инструментом. Если нет, если вы не начали работать с этим инструментом, или вы не знаете вообще, что это такое, ставьте, пожалуйста, минусы, чтобы у нас с вами чат двигался. То есть, если вы начали работать с тестовым набором, ставьте плюс. Если не начали работать с тестовым набором, в этот же вариант входит ответ, я не знаю, что такое тестовый набор вообще, ставьте минус. Так, подожду немножко вашу обратную связь, очень интересно, так, не знаю, не знаю, минусы пошли, есть плюс один, так, ага, хорошо, два плюса, отлично. Ну что ж, значит, для большинства из вас на сегодняшний день это будет просто открытие. Я думаю, что вы оцените этот инструмент и начнете его активно использовать в своей работе. Итак, тестовый набор. Поскольку фундаментом нашего бизнеса является продукт, я думаю, что вы с этим не будете спорить, и именно высококачественный и востребованный продукт является фундаментом большого и высокодоходного бизнеса, поэтому инструмент, который мы с вами будем называть тестовый набор, является инструментом быстрого развития бизнеса Ламре, потому что он основан на том, что мы с вами начинаем общение с нашими потенциальными, скажем так, партнерами или клиентами именно через знакомство с продуктом. Мы начинаем работать через продукт. Почему хорошо использовать тестовый набор? В чем выгода, в чем преимущества, какая польза от этого инструмента? Ну, во-первых, это достаточно легкий способ установить контакт, и вы сегодня, я думаю, что в этом убедитесь, что работать с тестовым набором значительно лучше, значительно удобнее, значительно проще, значительно легче. Тестовый набор – это способ расширять список контактов, это способ увеличивать свой список контактов до бесконечности. Тестовый набор дает возможность попробовать продукты, это своеобразный тест-драйв, потому что мы на сегодняшний день уже практически все привыкли к тому, что прежде чем мы что-то покупаем, нам хочется это попробовать в действии. Допустим, когда вы приходите в автосалон, вам всегда дают возможность прокатиться на этом автомобиле, для того, чтобы вы могли ощутить все плюсы этого автомобиля, почувствовать, ваше это или не ваше. И тестовый набор дает точно такую же возможность попробовать продукты и принять для себя решение, подходит мне или не подходит, нравится, не нравится, мое, не мое. Работа с тестовым набором решает вопрос с личным оборотом, и вы увидите, каким образом это происходит. Очень простая технология, очень простая технология, и простота технологии дает возможность работать с этим инструментом даже с самым, скажем так, новым партнером, самым молодым партнером, тем, кто буквально вчера заключил соглашение, сегодня он уже может начинать работать по этой технологии, может использовать тестовые наборы для того, чтобы зарабатывать свои первые деньги. И этот инструмент хорош тем, что он дуплицируем, то есть эту технологию можно повторить. Вы можете своих партнеров обучать этой технологии, своих новичков обучать этой технологии, и, соответственно, они точно так же своим вновь подключаемым партнерам тоже могут передавать эту технологию. Она очень простая, легкая и, соответственно, поэтому и дуплицируемая. То есть вот это основные преимущества этого тестового набора. Итак, что же такое тестовый набор и что он из себя представляет? В тестовый набор входит набор из 8 продуктов по уходу за кожей. Сейчас я вам покажу, какие именно продукты туда входят. Все это аккуратно складывается в подарочный пакет. Ну, вот я как вариант предлагаю использовать вот этот подарочный пакет, который у нас есть в компании. И в тестовый набор входит бланк опроса. Все. Это все, что входит в тестовый набор. Мы с партнерами скомплектовали вот такой вот тестовый набор из наиболее применимых и наиболее популярных продуктов, которые подходят максимальному количеству людей. Итак, мы в тестовый набор включили крем для рук, включили спа-линию, включили гель для умывания серии ТТО, включили крем из жемчужной линии для шеи и декольте, крем из жемчужной линии, опять-таки, по-моему, из жемчужной линии крем, прошу прощения, и тоник, тоник из жемчужной линии и плюс, и плюс тональная основа. И вот эти 8 предметов мы с вами как раз и даем нашим потенциальным клиентам или потенциальным партнерам попробовать, то есть попробовать применить на себе. И, как я уже сказала, в тестовый набор входит бланк опроса. Здесь очень мелко, не пытайтесь, пожалуйста, сейчас в это во все вчитаться, вглядеться. После завершения нашего вебинара я вам скину в чат ссылочку, где все это можно будет скачать, все это можно будет получить, как и бланк опроса, так и другие рабочие материалы, которые необходимы для работы с тестовым набором. Единственное, могу сказать, что тестовый набор, вернее, бланк опроса состоит из трех блоков. Первый блок это, он состоит из краткого описания продуктов, тех 8 продуктов, которые включены в тестовый набор. И три колоночки, описание, изображение для того, чтобы можно было идентифицировать. И третья колоночка это оценка от 1 до 10 и плюс отзывы, которые ваш потенциальный клиент или партнер готов оставить относительно этого продукта. То есть первый блок этого бланка это вот как раз вот этот опросный лист. Второй блок, он касается того, как использовать эти продукты. То есть в табличке на третьем листе есть краткое описание, в какой последовательности, когда применять те или иные продукты. То есть предоставлена программа по применению этих продуктов. Третий блок, он касается некой такой оценки, оценки, где человек отзывается вкратце, нравится ему или не нравится, хотел бы он пользоваться или нет. То есть несколько есть вопросов, очень важных вопросов, на которые просим мы ответить нашего потенциального клиента. Ну, скажем так, то есть это даже может быть не потенциальный клиент, это человек, которому мы предлагаем попробовать наш тестовый набор. И последний блок в бланке опроса это бланк рекомендаций, где мы просим нашего партнера, нашего знакомого оставить рекомендации, кому мы могли бы предложить тоже попробовать наши продукты. То есть вот из чего состоит бланк опроса. Итак, кому же предлагать? Кому предлагать? Этот инструмент предназначен для работы на теплом рынке со знакомыми. Этот инструмент не предназначен для работы на холодном рынке с незнакомыми людьми. То есть мы работаем с этим инструментом через знакомых. Поэтому я сегодня акцентировала ваше внимание на списке контактов. Итак, мы можем предлагать этот инструмент во-первых нашим знакомым, тех, кого мы знаем, родным, знакомым, близким, родственникам. Мы можем в дальнейшем предлагать этот инструмент тем, у кого, чьи контакты мы получили по рекомендации через знакомых. Мы можем предлагать этот инструмент неактивным партнерам, то есть те, которые на сегодняшний день не проявляют никакой активности. Можно их тоже использовать для того, чтобы через них получить дополнительные рекомендации. То есть активизировать неактивных партнеров и получить еще и дополнительные рекомендации. И плюс какие-то более-менее теплые контакты, люди, которых вы более-менее знаете, с которыми вы более-менее знакомы. То есть с этими людьми тоже можно работать через этот тестовый набор. Итак, давайте перейдем к самой технологии, посмотрим, как это работает, как с этим работой работать и в какой последовательности что делать. Итак, самое первое, с чего у нас все начинается, естественно, все начинается со звонка. И сейчас вы на экране видите шаблон звонка знакомых, то есть тех, кого мы знаем, кого мы взяли из своего списка контактов. И разговор очень простой. То есть мы говорим, Света, привет, это Гульнас, звоню по делу. Есть минутка, спрашиваем и говорим, что нам нужна помощь. То есть все это говорится без каких-либо пауз, то есть все достаточно коротко. И получаем ответ. Так, Тамара пишет, что у нее нет картинок. Видите ли вы сейчас на экране слайд с шаблоном номер один, звонок знакомым. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если есть у вас на экране картинка. Есть, отлично. Тамара, тогда вам просто нужно выйти, попробовать зайти по новой или попробовать войти через другой браузер. Спасибо. Итак, мы получаем ответ. Ответ да, нет. То есть, ну, как правило, скорее всего это будет да. То есть вас просят, в чем дело. На что вы отвечаете? Что мне нужно собрать 500 отзывов об элитной косметике по уходу за кожей. И если я тебе привезу тестовый набор, оставлю на сутки, протестируешь, заполнишь небольшую анкету. Это абсолютно бесплатно, ни к чему не обязывает. Поможешь? И опять-таки да, нет. То есть, если человек говорит да, то есть он готов вам помочь, готов протестировать, то мы с вами договариваемся, заговариваемся о встрече. Договариваемся о встрече. Скажите, пожалуйста, кто сейчас на вебинаре присутствует не один, а слушает, например, со своими партнерами или слушает, ну, то есть кто-то рядом с вами есть, с кем вы вместе слушаете вебинар. Напишите, пожалуйста, плюсики, если вы не один. Если вы одни слушаете этот вебинар, поставьте, пожалуйста, минус. Ага, вот Светлана слушает не одна. Отлично. Ага, Светлана. Другая Светлана слушает одна. Я. Ага, плюсики, значит, вы не одни. Отлично. Тогда, значит, мы с вами сейчас делаем следующим образом. Те, кто не один, для вас задача гораздо проще. Вы сейчас с теми, кто рядом с вами, отработаете этот шаблон звонка. То есть кто-то из вас будет, вы, скорее всего, будете звонящим, а кто-то из ваших рядом сидящих будет тем человеком, которому вы звоните. Потом вы можете поменяться. То есть мы сейчас с вами порепетируем прямо, вот вам проговорить этот шаблон, прочувствуйте его и, скажем так, более так проникнете с него. Итак, начинаем работать в парах. Даю вам на это буквально одну минутку для того, чтобы вы могли проговорить этот шаблон. Итак, поехали. Как только будете готовы, поставьте, пожалуйста, цифру 9 в чате. Те, кто одни по той или иной причине, тогда представьте, что вы звоните по телефону. Представьте, что вы звоните по телефону и отработайте свои фразы. Продолжение следует... Так, появилась первая девяточка. Чуть-чуть ждем остальных. Ага, Роза тоже закончила. Светлана. Хорошо, все остальные тоже заканчивайте работу. Заканчивайте работу с шаблоном номер один. И мы с вами будем двигаться дальше. Итак, мы с вами сделали первый звонок, назначили первую встречу. И это наш с вами шаблон звонка по списку контактов. То есть тем людям, которых мы знаем. Сразу же давайте обсудим шаблон звонка по рекомендациям. Он не сильно отличается от предыдущего шаблона. И здесь меняется только первая фраза. То есть вы говорите «Добрый день». Ну, например, там Людмила. «Добрый день, Людмила. Меня зовут Гульнас Адрисова. Я была в гостях у нашей общей знакомой Светланы Ивановой. Она и дала мне ваш номер телефона и сказала, что вы можете мне помочь. Поможете?» И дальше уже опять-таки «Да, нет». И, соответственно, если человек говорит, а в чем, собственно говоря, дело, тогда вы уже говорите «Мне нужно собрать 500 отзывов о билетной косметике по уходу за кожей. Если я вам привезу тестовый набор, оставлю на сутки, протестируйте, заполните небольшую анкету. Это абсолютно бесплатно, ни к чему вас не обязывает. Поможете?» И дальше тоже «Да, нет». Если ответ «Да», то мы с вами договариваемся о встрече. И на этом у нас с вами первый этап нашей работы завершен. То есть мы назначили встречу для того, чтобы передать стартовый, ой, не стартовый, а тестовый набор. Для того, чтобы передать тестовый набор. Итак, передача тестового набора. Здесь что очень важно. Во-первых, при передаче тестового набора у нас с вами должно быть соблюдено несколько обязательных условий. Первое. Ну, во-первых, мы с вами должны быть очень опрятно выглядеть, поскольку это наше с вами первое знакомство, как правило, да. И то есть человек получит первое впечатление о нас с вами. И очень важно, чтобы первое впечатление было положительное, которое вызывало бы желание дальше с нами сотрудничать. То есть передача тестового набора – это не та встреча, на которой мы пытаемся что-то продать, что-то рассказать, мы пытаемся что-то там, какой-то результат сразу получить. Передача тестового набора – это встреча, на которой мы продаем себя. Мы продаем себя, и важно, чтобы первое впечатление было положительным. Вот поэтому вот на этом нужно сделать акцент. Поэтому передача тестового набора у нас сопровождается абсолютно нейтральным поведением, как я уже сказала. То есть мы не пытаемся что-либо здесь продать. Конечно же, все наши образцы должны выглядеть очень чисто и очень аккуратно. Все должно быть действительно соответствовать той фразе, которую мы заявили. Мы говорим об элитной косметике, соответственно, она соответствующим образом должна выглядеть, она должна соответствующим образом быть упакована. И мы должны, соответственно, тоже соответствовать образу и тому продукту, который мы предлагаем. При передаче тестового набора необходимо ознакомить кандидата с бланком опроса. То есть мы ему говорим, что вот эта вот первая часть – это там, где вы ставите оценочки. Если захотите, напишите какие-то отзывы относительно каждого продукта. Вот здесь на третьей странице есть программа, как использовать эти продукты. Вот программа по уходу за кожей тела, за руками, за лицом. То есть все вот в этой последовательности необходимо делать. Дальше вы говорите. Вот это блок, который касается ваших личных данных и ваших личных впечатлений. Ваша фамилия, имя, ваше отношение к той продукции, которую вы попробовали, общее отношение. И если вам будет интересно, вот здесь вот вопросы, касающиеся дополнительной информации. Дальше. И последний блок. Вот это вот блок с информацией по рекомендациям. Если вам действительно все понравится, вы можете порекомендовать эту процедуру для своих близких знакомых. Вы ознакомитесь с бланком опроса. И дальше вы говорите, что этот набор вы заберете через сутки, то есть на следующий день. И заберете бланк опроса, заполненный бланк опроса. То есть здесь очень важно проговорить, чтобы ваши, скажем так, тестируемые люди не подумали, что вы дарите этот набор. Что он остается у них в вечном пользовании. И что вам нужно будет все это вернуть и вернуть в планк опроса. То есть вот эти моменты при передаче тестового набора необходимо проговорить. Какие ошибки не стоит сразу так вот проговорим им. Какие ошибки могут быть допущены и какие не нужно совершать при передаче тестового набора. Ну, как я уже сказала, неопрятный внешний вид, то есть первое впечатление, чтобы создать правильное первое впечатление, необходимо соответствующим образом выглядеть. И неопрятный внешний вид может оттолкнуть, может вызвать нежелание с вами контактировать дальше. Поэтому мы, соответственно, поскольку мы являемся лицом своего продукта, и поэтому при передаче тестового набора мы должны выглядеть именно как витрина нашего продукта. Запрещено оставлять с тестовым набором каталог и прочую литературу и диски. Здесь не дается информация о всех остальных продуктах, не проводится реклама продукта. Просто войдите вот в эту роль человека, который просто оставляет тестовый набор для тестирования. Вот просто войдите прямо в эту роль. Запрещено говорить о ценах и купле-продаже. Если вам задают какие-то вопросы, а сколько это стоит и так далее, вы отвечаете, что либо вы говорите, я уточню в компании, завтра как приеду забирать набор, я вам отвечу на все ваши вопросы. Или говорите, у меня нет с собой информации, я не хочу вас дезинформировать. Завтра, когда я приеду забирать набор, я вам отвечу на все ваши вопросы. То есть все разговоры после проведения теста. Все разговоры после проведения теста. Итак, если вы уловили вот эти два этапа. Первый – это звонок. Второй – передача тестового набора. Если здесь все понятно, ставим плюсики в чат и движемся дальше. Если есть какие-то вопросы, задавайте прямо по ходу вопросы. Отлично. С этим все понятно. Итак, мы с вами отдали тестовый набор. И человек проверяет, тестирует и на следующий день, соответственно, мы приезжаем его забирать. Забирать тестовый набор. Мы приехали забирать тестовый набор на следующий день. Не нужно оставлять тестовый набор на три дня, на неделю. В идеале его нужно забрать через день. На следующий день. Максимум 48 часов. Максимум 48 часов, но в идеале его нужно забрать на следующий день, потому что в принципе все этапы по программе человек уже прошел, у него там есть и утренний уход, и вечерний уход, и уход за тело он уже попробовал, скорее всего и руки тоже попробовал, то есть уход за руками. То есть за сутки в принципе весь цикл можно попробовать и проверить, протестировать. Итак, когда мы с вами забираем тестовый набор, мы первым делом, что нас интересует, то есть мы забираем тестовый набор, проверяем, чтобы все баночки были в вашем пакетике, и дальше нас интересует анкета, которую заполнен наш, тестирующий нашу продукцию. Для того, чтобы оценить вообще общее впечатление о продукции, мы задаем единственный вопрос в самом начале, вам понравилась продукция, спрашиваем, да, и человек естественно дает сразу же, то есть вам сразу же будет понятно, общее впечатление положительное или отрицательное. То есть вы сразу же можете оценить, тратить вам дальше время на этого человека, или можно уже плавно закруглять тему разговора. И пока вам человек рассказывает, вы проверяете анкету, чтобы в этой анкете были проставлены баллы, то есть что говорит о том, что человек попробовал все продукты, чтобы в анкете было проставлено имя, фамилия, это важно. На третьем листе есть, скажем так, есть строчка, где указывается имя, фамилия человека. Ссылку на анкету я еще не давала, а Тамара я ее дам в самом конце, чтобы вы сейчас пока на это не отвлекались. И проверяете, заполнена ли часть анкеты по мастер-классам, и самое главное, вы проверяете, чтобы была заполнена часть по рекомендациям. Заполнена часть по рекомендациям. Если что-то не заполнено, вы прямо сами со слов этого человека можете заполнить. То есть вы заполняете недостающие баллы, заполняете недостающие имя, фамилию, заполняете, заполняете часть анкеты по мастер-классам, прямо можете озвучить вопросы и записать ответы. И если не заполнена та часть, которая касается рекомендаций, то вы еще раз озвучиваете свою просьбу. То есть вы говорите, Свет, мне нужно собрать 500 отзывов о продукции, помоги, пожалуйста, напиши 3-5 рекомендаций твоих знакомых, кто может разбираться в элитной косметике. И протягивайте ему этот бланк анкеты, протягивайте ручку. То есть у нас с вами в нашем выражении лица должна быть непоколебимая такая уверенность, желание, чтобы эти контакты были даны. Если мы с вами до этого все сделали нормально, особо не прессовали, не навязывались, вели себя хорошо, как говорится, и произвели нормальное положительное впечатление человека, то отзывы и рекомендации будут написаны. Итак, да, нет. Если человек отказывается, не надо настаивать, дальше у нас есть шаблон разговора в случае, если человек не хочет давать рекомендации. Смотрите. Итак, если человек сказал «да», то все понятно, да, то есть мы заполняем, даем заполнить эту часть анкеты. Если человек сказал «нет», то дальше поговорим, что можно в этом случае тоже сделать. Итак, после того, как заполнена анкета, все заполнили, баллы, имя, фамилии, мастер-классы, рекомендации, все, что можно заполнить, мы заполнили. И если проандукция понравилась, то задаем вопрос. Свет, а вы хотите узнать больше о продукции? То есть вам интересно узнать больше о продукции? Если да, то мы оставляем каталог на сутки. Вот здесь вот мы с вами оставляем уже каталог и договариваемся о третьей встрече на следующий день. Если Света говорит «нет», то мы говорим «Свет, благодарю за тестирование». У нас каждую неделю проводится розыгрыш призов и подарков. Как вы смотрите на то, если ваш номер телефона поучаствует в этом розыгрыше, о результатах я вам обязательно сообщу. И, ну, я не знаю, большинство людей, которые достаточно адекватно относятся к возможности получить призы и подарки, и от них не требуется никаких каких-то дополнительных действий, естественно, ну, скорее всего, скажут «да». Вот, и через неделю, через неделю мы, соответственно, позвоним и скажем «Света, ваш номер телефона выиграл подарочный сертификат. Когда и куда вам привезти?» Договариваемся о дате встречи, не о дате, а о месте встречи и времени встречи, и, соответственно, отводим сертификат с каталогом. Вот, у вас наверняка возникает вопрос, что же это за подарочный сертификат. Сейчас я вам покажу, что это за сертификаты, и в той ссылке, которую я вам в конце дам, эти сертификаты тоже будут. Они есть в электронном виде, их можно распечатать, и, то есть, их можно использовать для работы с тестовым набором, и не только для работы с тестовым набором. Итак, сейчас мы с вами продолжаем работать в парах, и поработайте, пожалуйста, с вот этим блоком, когда мы с вами забираем тестовый набор, и когда мы уже забрали заполненную анкету, и сдаем вопрос, хочет ли человек узнать больше о продукции. И тот вариант, когда человек говорит «нет», поработайте, пожалуйста, проговорите этот шаблон, и после того, как закончите, снова ставьте девяточки в чат. Спасибо. 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 Ага, появились девяточки. Ага, отлично. Хорошо. Теперь давайте я вам расскажу, что это за сертификаты, которые нужно предлагать в качестве выигрыша тем, кто не готов в данный момент узнавать больше о продукции. Но у кого положительное впечатление о продукте. Итак, можно использовать вот такие сертификаты. Подарочные сертификаты на 500 рублей, на 1000 рублей. И здесь вот достаточно мелко, но в примечании здесь написано, что, допустим, подарочный сертификат на 500 рублей можно использовать при заказе на сумму от 3000 рублей. То есть при заказе на сумму от 3000 рублей вот этим подарочным сертификатом человек может оплатить свой заказ. Соответственно, сертификат на 1000 рублей, если хотите, можете использовать. Здесь он уже используется при заказе на сумму от 5000 рублей. То есть любой из этих сертификатов ваш новый знакомый может получить от вас в качестве подарка, и вот здесь написано обратиться к, здесь вот будут указаны ваши фамилия, имя, ваш номер телефона, и на сертификате обязательно нужно будет указать срок действия этого сертификата. То есть этот сертификат не бессрочный, и вот если мы сейчас будем говорить об ошибках при заполнении этого сертификата и этого этапа работы, то здесь важно учесть вот что. Во-первых, сертификат должен быть заполнен, да, то есть тут должно быть написано, к кому нужно обратиться. Так, вот у меня немножко тоже подвис слайд, не знаю, как у вас, ага, все пошло. Итак, смотрите, подарочные сертификаты и ошибки, которые сопровождаются при оформлении сертификата. То есть сертификат не заполнен, нет даты срока действия сертификата. Максимум срок, который вы можете указать в этом сертификате, это один месяц, дольше не надо. То есть в идеале это может быть две недели, хотите, можете неделю написать для того, чтобы как-то, ну как бы человек ускорить принятие решений, но не больше одного месяца. Поскольку сертификат отдается вместе с каталогом, то вы точно так же заполняете последнюю страницу каталога. На последней странице каталога у нас с вами указываются точно так же контактные данные консультанта. То есть вы пишете там свою фамилию, имя и пишете свой, как минимум, телефон. Можете еще другие контактные данные внести, но по крайней мере телефон и ваше имя на каталоге обязательно должны быть. Вот, то есть везде как можно больше везде оставить свои контактные данные. То есть вот такой подарочный сертификат вы можете человеку оставить. Теперь давайте рассмотрим вариант, когда человек сказал, что хочет узнать больше о продукции, вы ему оставили каталог, и вот вы к нему возвращаетесь за каталогом. Возвращайтесь за каталогом и точно так же максимум двое суток. Не стоит оставлять каталог на большее количество времени. И тут мы задаем вопрос, выбрали ли вы себе что-нибудь. Если вы выбрали, то берем заказ. Скорее всего вам будет задан вопрос по поводу ароматов, то есть можно ли послушать ароматы. Поэтому, когда вы идете за каталогом, обязательно прихватите с собой шкатулку. Обязательно у вас с собой должны быть пробники ароматов, чтобы вы могли послушать ароматы. Если ничего себе человек не выбрал, то здесь мы с вами используем точно тот же шаблон про розыгрыш подарков и призов. То есть мы говорим, Света, благодарим вас за цитирование. У нас каждую неделю проводится розыгрыш призов и подарков. Как вы смотрите на то, чтобы если ваш номер поучаствует в этом розыгрыше? О результатах я вам обязательно сообщу. И через неделю, соответственно, снова мы говорим, что ваш номер телефона выиграл подарочный сертификат, когда и куда вам привезти. То есть мы с вами, вот у нас есть некие такие блоки по работе с нашими потенциальными клиентами. И мы выстраиваем такую цепочку общения с нашим потенциальным клиентом или потенциальным кандидатом. Конечно же, на этом может не закончиться. То есть если человек сделал заказ или не сделал заказ, то в любом случае мы начинаем дальше работать с блоком по мастер-классам. Смотрим, что человеку интересно, какие области знаний ему интересны, о чем стоит с ним дальше разговаривать. И как перевести его в бизнес. В анкете есть строчка, где, допустим, человека может заинтересовать мастер-класс по созданию дополнительных источников дохода и финансовой свободы. Если вы там увидели галочку, то вы прямо можете задать вопрос, что Свет, я увидела в анкете галочку напротив мастер-класса по созданию дополнительных источников дохода и финансовой свободы. А что именно вас интересует? И дальше мы слушаем ответ. То есть человек рассказывает, что ему интересно. После этого мы говорим, хорошо, а как вам идея встретиться отдельно и пообщаться на эту тему более подробно. То есть мы не проводим презентацию бизнеса на ходу, мы не проводим ее, если у вас нет под рукой необходимых рабочих инструментов. Мы назначаем встречу для проведения бизнес-презентации. Если этой галочки нет, мы можем просто задать вопрос, а вас интересуют дополнительные источники доходов? Если человек интересует, то дальше мы просто ему говорим, что именно вас интересует опять-таки, и как вам идея встретиться отдельно и пообщаться на эту тему более подробно. Если человек интересует, то возможность создания дополнительных источников дохода. То есть вот так вот мы переводим человека на разговор о бизнесе. Кому-то может показаться, что это такая длинная цепочка встреч, это такой длинный процесс. Кто-то привык на первой встрече проводить продажи, но эти встречи позволяют вам выстраивать отношения. Спустя три встречи это уже не чужой человек. Вы с этим человеком уже три раза встретились, он уже для вас знакомый практически. И с ним можно работать дальше. Ему можно будет звонить с сообщением о новостях, сообщать об акциях, о каких-то новых продуктах. Ему можно будет звонить в дальнейшем, когда у вас будет самое время задавать тот самый золотой предпраздничный вопрос. То есть это ваша потенциальная клиентская база. Да, то есть вы уже становитесь практически друзьями. Если вы друг другу понравились, то вы уже становитесь практически друзьями. Так, а если есть вопрос, что я бы хотела сейчас узнать поподробнее, соглашаться или ссылаться на запланированное мероприятие. Значит, смотрите, если у вас нет под рукой всех инструментов, всего того, что необходимо для того, чтобы провести эту встречу, то лучше все-таки ее назначить отдельно. Если у вас есть время, то, пожалуйста, если у вас есть время и инструменты с собой, а какие инструменты? Это видеопрезентация, это опять-таки опрос на лист по бизнесу. То есть если вы готовы проводить эту презентацию прямо сейчас, можете провести, если у вас есть на это время. Но, опять-таки, эту встречу вы можете организовать в офисе, например, уже, да, то есть вы можете встретиться в офисе. То есть это не какая-то там аксиома, что делайте только так и никак иначе. Но я говорю о том, что бизнес-презентация не проводится на ходу, если вы к ней не готовы. Я надеюсь, вы поняли. Если вы готовы к проведению бизнес-презентации, то, пожалуйста, проводите, если у вас есть все необходимые инструменты для этого. Итак, и, допустим, вы можете как, допустим, поступить? Вы можете опять-таки дать ссылочку на видеопрезентацию. Да, на сегодняшний день в век гаджетов это несложно абсолютно сделать. И человек навстречу придет уже подготовленный. И дальше вы уже будете работать с подготовленным кандидатом. Итак, выгоды. Поскольку это многошаговая такая стратегия, то, соответственно, здесь гораздо меньше процент потерь. И, как я уже сказала, что с помощью этого инструмента вы начинаете получать доходы с первого же месяца. Достаточно существенные доходы. Этот инструмент позволяет вам расширять список контактов до бесконечности. Этот инструмент позволяет вам сделать из потенциального клиента, сделать партнера на любом этапе. То есть, вот когда у вас отношения ваши утеплятся, а человек согласится на партнерство с вами в том случае, если у вас создадутся правильные отношения, то есть, если возникнет доверие между вами и человека, вы просто элементарно ему понравитесь. В этом случае можно будет уже обсуждать партнерство. Выгода заключается в том, что этот метод действительно очень легко дублицируется. И здесь гораздо больше положительных эмоций и комфорта, нежели на холодных контактах. То есть, это достаточно комфортный и такой вот без каких-то эмоциональных напрягов вариант расширять свою клиентскую базу, расширять свой список контактов и увеличивать количество партнеров. И хотелось бы задать вопрос. Кому нравится такой инструмент? Кому нравится? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кому интересно поработать с этим инструментом и получить результаты? Ага, отлично, вижу. Плюсиков сейчас гораздо больше, нежели тех плюсиков, которые были, когда я спрашивала, кто уже с этим работает, инструментом. Отлично. Ну что ж, этот инструмент еще очень хороший вариант для старта новичка. Когда мы с вами запускаем новичков, я вам говорила, что мы стараемся все-таки, чтобы новичок приобрел продукцию. И при запуске новичка можно предлагать сразу три тестовых набора. Один для себя, то есть человек приобретает продукцию для того, чтобы использовать самому. В тестовом наборе практически нет каких-то продуктов, каких-то уникальных, особенных, которые могут не подойти. Там что-то можно заменить при необходимости. И два тестовых набора хорошо бы собрать для работы, для того, чтобы строить свой бизнес и зарабатывать первые деньги. Почему все-таки нужно не один тестовый набор, а несколько? Ну, во-первых, это ускоряет процесс, потому что с одним тестовым набором вы будете работать достаточно долго. А еще я хочу с вами поделиться... Поделиться... Ага, вот у меня тут все, значит, все получилось не так красиво, как должно быть. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас на экране квадратики, где написано знакомая первая рекомендация, вторая рекомендация и третья рекомендация? Потому что у меня на экране этих квадратиков нет. Почему-то. Когда проверяла, слайды были, а сейчас вдруг у меня их не стало. Нет, да? Так, ну что ж. Это печально, но тогда будете воспринимать на слух. Пусть будет так. Чудеса вебинарной комнаты, назовем это так. Итак, принцип заключается в том, что мы один тестовый набор применяем для одной ветки. Как это работает? Представьте себе, что в верхней части, в верхней левой части экрана у нас с вами знакомая. Да, то есть это первый человек по нашему списку контактов, кому мы предлагаем наш тестовый набор. И, соответственно, это знакомая дает нам рекомендации. Мы берем из этих рекомендаций одного человека и прорабатываем его. Он тоже соглашается протестировать нашу продукцию. И у него положительная реакция, предположим, да? И он тоже дает свои рекомендации. Как мы поступаем в этом случае? В этом случае мы с вами не идем дальше, не работаем по рекомендациям нашей знакомой. А мы начинаем работать с рекомендациями, которые мы получили от человека, которого нам порекомендовала наша знакомая. И дальше используем точно такой же принцип. То есть берем рекомендации уже у второго уровня, скажем так, который у нас возник по этой цепочке. И спускаемся вниз по этим рекомендациям до тех пор, пока не появится первый человек, который согласится и захочет подписать соглашение. То есть пока не появится первый партнер, который будет готов заключить соглашение. Если принцип понятен, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. То есть мы с вами углубляемся до тех пор, пока не появится первое соглашение. То есть мы не работаем со всеми рекомендациями нашей знакомой. Точно так же мы не работаем со всеми рекомендациями, которыми дал ее рекомендуемое. А мы спускаемся в глубину, пока не появится первое соглашение. Для чего это нужно? Для чего, чем выгодна эта стратегия? Допустим, у нас Светлана появилась в результате нескольких рекомендаций. И мы ей говорим, Светлана, нас с вами познакомила Марина, и я обещала ей сообщить о результатах тестирования. Давайте ей позвоним. И мы звоним Марине и говорим, что Марина, вот мы сейчас встречались со Светланой по вашей рекомендации, и ей все понравилось, и она решила начать бизнес. Или, допустим, она решила стать пользователем со скидкой нашей компании. И у вас уже есть один партнер. Я предлагаю вам следующее. Можем ли мы встретиться еще раз и пообщаться? Я вам расскажу, к чему это может привести. То есть, к чему может привести вот это соглашение. То есть, мы получаем от Марины либо да, либо нет. Ну, то есть, я думаю, что поскольку человек очень сильно ведом страхом потери, то у Марины, тем более у нее практически без ее каких-либо усилий появился первый партнер или первый потенциальный партнер, я думаю, что в большинстве случаев человек согласится еще раз с вами встретиться для того, чтобы вы могли ему преподнести преимущество решения, если она тоже согласится заключить соглашение. На этой встрече мы просто показываем на цифрах, вот говорим, вот Марин, смотрите, какие у вас есть варианты. Первое, если вы даже просто будете для себя покупать, то если, допустим, ваша группа вместе с вашим партнером делает в месяц 100 баллов, то вы получаете возврат вот в таком-то количестве. Да, да, Светлана, совершенно верно, поскольку Светлана это все-таки не наш кандидат, да, его нам порекомендовала Марина, и поэтому мы не подписываем Светлану свою в первую линию, а мы предлагаем Марине воспользоваться этим шансом. И Светлану мы будем подписывать уже под Марину. То есть Марина будет, Светлана будет в структуре у Марины, совершенно верно. То есть мы тем самым заинтересовываем Марину и ей говорим, что Марина, вот смотрите, у вас как минимум есть возможность получать возврат в размере там 10 или там какого-то количества процентов от своих закупок, как минимум, да, то есть если у вас собирается групповой оборот достаточный. А если вам интересно будет построение бизнеса, то у вас это потенциальная ветка, которая может вам позволить зарабатывать достаточно неплохие доходы. То есть мы показываем два варианта. Первый вариант – это вариант просто экономить на своих закупках, второй вариант – это зарабатывать. И дальше, то есть если у нас эта цепочка достаточно длинная, вот здесь тоже практически нет ничего на экране, то мы с вами поднимаемся по этой цепочке до самого верха, до вашей знакомой. И до знакомой мы с вами можем дойти со следующей фразой, что, слушай, там, я не знаю, допустим, это Лариса, да, Лариса, я вот по твоей рекомендации встречалась с людьми и у тебя в структуре уже потенциально три новых партнера, например, да, то есть вот эта вот цепочка может такая уже выстроиться. Может мы с тобой все-таки встретимся и я тебе еще раз расскажу, к чему это может привести. То есть таким образом мы вот эту всю цепочку заинтересовываем в сотрудничестве. То есть таким образом у вас через работу с одним тестовым набором, через работу, вот именно по такой технологии спускаться в глубину, вы можете сразу приобрести целую ветку. Вот Дина пишет, и люди подписываются. Я так понимаю, что у Дины уже есть опыт работы по такой технологии. Дина слушала вебинар в декабре месяце. И вот таким образом вы можете сразу приобрести целую ветку. Если вам понятна идея работы с одним тестовым набором на одну ветку, поставьте, пожалуйста, плюс. Спасибо, Дин. Если вам понятна технология, как вот спускаться в глубину и потом снова подниматься вверх. Отлично. Несмотря на то, что у нас вот сегодня слайды такие, вы уловили мысль. Это радует. Это хорошо. И вот смотрите. Мы сами в самом начале рассматривали пример, когда мы научились делать 100 баллов с помощью тестового набора. А представьте себе такую ситуацию, что вы повысили свой профессионализм, наработали навыки, и вы с помощью тестового набора, а скорее всего не одного, а нескольких тестовых наборов научились делать личный оборот 300 баллов в месяц. Это не так много. Это совершенно реальные цифры. И вы видели, что наши лучшие продавцы без каких-либо тестовых наборов делают гораздо больше. Вы научились делать 300 баллов. Во-первых, это вам дает розничный доход в размере уже 25 тысяч рублей. Это уже существенный доход. Второй этап работы. А если вы еще научите 5 своих партнеров делать то же самое, то вы выстроите структуру, которая будет делать вам групповой оборот 1800 баллов. И в этом случае ваша премия от работы группы по новому маркетинг-плану будет составлять 23 436 рублей. И вот обладая, развив себе вот такие навыки, научившись работать с инструментом, который называется тестовый набор, вы можете выстроить себе вот такую вот структуру, которая может стать вашим таким базисом. И доход ваш в месяц может составить 48 636 рублей. Судя по вашей реакции, я вижу, что вам этот доход нравится. Это уже достаточно существенный доход, который позволяет вам улучшить свой образ жизни, изменить свой стиль жизни и так далее. И вот все, что нужно сделать. Во-первых, научиться самому работать с этим инструментом и научиться делать отличный оборот, а затем научить своих партнеров делать то же самое. Вот, собственно говоря, и весь бизнес. Все достаточно просто. Не говорю, что легко, поскольку наработка навыков – это никогда не легко, это всегда труд. Но я думаю, что это благодарный труд и труд, который очень хорошо вознаграждается. Причем я здесь не говорю о какой-то очень большой работе по созданию структуры. Это всего-навсего групповой оборот в 1800 баллов. Это, по большому счету, только начало бизнеса. Но даже начало бизнеса может быть вот таким вот благодарно и очень хорошо оплачиваемым. Отлично. Ну что ж. И что теперь нам с вами остается? Теперь нам с вами остается начать действовать. Что нам нужно сделать? Это собрать три тестовых набора, например, да, показать запись этой встречи или рассказать самостоятельно о технологии своим партнерам, подготовить список контактов, которые вы будете использовать для того, чтобы работать с тестовыми наборами, и начать делать звонки, и начать работать с тестовыми наборами. Вот все, что нужно сделать, начать делать прямо сейчас. Итак, последний на сегодняшний день вопрос участникам нашей встречи. Кто готов и кто прямо сегодня сделает первые шаги для того, чтобы начать работать с инструментом под названием тестовый набор? Кто готов сделать прямо сегодня шаги для того, чтобы начать зарабатывать первые деньги? Ну, для кого-то, может быть, уже и не первые, но быстро, зарабатывать быстро. Ах, отлично. Наталья, Дина, вижу плюсики. Кто готов действовать? У кого есть решимость и намерение начать действовать для того, чтобы получать результат? А это самое главное, потому что можно долго учиться, можно долго изучать, можно долго слушать, читать книги и так далее. Но если вы не начинаете действовать, если вы не начинаете совершать шаги каждый день, то все ваши мечты так и останутся в мечтах. А я очень хочу, чтобы ваши мечты обязательно реализовались и обязательно воплотились в этой жизни и материализовались в этой жизни, а не когда-нибудь. Вот, Дина купила себе большую сумку как раз для наборов. Ну, для наборов очень большой сумки не надо на самом деле, все вмещается в один небольшой пакетик. Отлично. Ну что ж, в заключение сегодняшней встречи традиционно хочу сказать вам, чтобы вы обязательно подключались в наше сообщество в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. И, пожалуйста, подключайтесь сами, подключайте ваших партнеров к системе 10 шагов, подключайте ваших новичков, сами проходите. Очень жду звонков от новичков, не скажу, что за звонки, если будете проходить 10 шагов, будете знать, что это за шаги. Прошу вас написать отзывы о сегодняшней встрече в сообщество, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в скайп-чатах своих наставников. Обязательно присоединяйтесь сами, подключайте своих партнеров, потому что это своеобразный рассол. Даже не соленый огурец в соленом рассоле становится соленым. Даже человек, который на сегодняшний день не готов действовать, он, поварившись в нашей с вами среде, побывав в нашей среде, у него возникает намерение, желание действовать. И последние-последние деньки, когда еще можно включиться, подключиться к нашей поездке на день рождения в Турции 12-18 сентября. Обязательно воспользуйтесь этим шансом побывать среди успешных людей в замечательном, красивом, прекрасном месте. Буквально последние дни, когда можно еще вскочить на последний, на подножку практически последнего вагона и принять участие в праздновании дня рождения компании в Турции, в отеле премиум-класса. Подключайтесь. Да, сертификаты, бланки есть. Все сейчас после завершения. Как закончу вещать, я вам сразу ссылочку скину и вы все сможете скачать. Так, что нас ожидает дальше? В эти выходные, в воскресенье, в 6 часов вечера традиционно мы с вами встречаемся для того, чтобы узнать, как же с помощью компании мы можем улучшить качество своей жизни, как мы можем использовать мотивационные программы, которые есть в компании Ламбре, для того, чтобы усилить, укрепить свой бизнес, ну и изменить, конечно же, качество своей жизни. 22 июля в следующую среду с огромным удовольствием приглашаю вас на парфюмерный практикум, который у нас будет продолжать вести Галина Мухтабаровна. Я думаю, что Галина Мухтабаровна подготовит не менее интересную информацию, как обычно, и обязательно соберемся для того, чтобы повысить свой профессионализм именно в работе с сарабатами. И, конечно же, через неделю опять традиционно в воскресенье в 6 часов вечера мотивационные программы приглашайте своих кандидатов, поскольку есть возможность выиграть сертификат на 1000 рублей. Используйте эту возможность, когда лидеры нашей команды могут поработать с вашими кандидатами. Это уникальная возможность и используйте ее для того, чтобы опять-таки подключить свой бизнес новых партнеров. Ну что ж, на этом на сегодня все. И с меня только осталась ссылка на все рабочие материалы, вы ее обязательно получите. В заключении хочу традиционно напомнить о том, что сегодняшний день определяет наше с вами завтра. Тот выбор, который мы сегодня делаем, выбор сделать или не сделать, выбор совершить поступок или не совершить, он определяет наш с вами завтрашний день. И для того, чтобы завтра получить то, что нам очень хочется, то, что мы очень желаем, создать ту жизнь, в которой мы хотим жить, сегодня, прямо сегодня нужно начинать делать шаги. Каждый из вас достоин самого лучшего, самого светлого, самого большого, самого красивого, самого-самого-самого-самого. Единственное, что нужно сделать, это начать делать шаги к тому, чему мы с вами все достойны. На этом на сегодня все. Огромное вам спасибо. Сегодня с вами была структурная руководитель компании «Ламре» Гульнас Идрисова. Желаю вам процветания, благополучия, большого, красивого бизнеса и той жизни, в которой вы хотите жить. До скорых встреч и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok